Доброе утро, Кыргызстан! Доброе утро, наши дорогие телезрители! Вот так вот с самого утра у нас сегодня время от времени происходят какие-то непонятные вещи. Да, друзья, кажется, наш телеканал находится в зоне Бермудского треугольника. Если мы внезапно исчезнем из эфира, знайте, это проделки не наши. Если вам сейчас покажется, что вас двоится в глазах, успокойтесь, потому что в гостях у нас сегодня Медина, Мадина и Шаим. Здравствуйте! Здравствуйте! По традиции... Да, сегодня в гостях двойняшки. Да, прежде чем познакомиться и поговорить о том, с чем же вы к нам пришли, во-первых, мы по традиции благодарим вас за то, что вы проснулись, несмотря на минус 16 до забортов. На минус 16 вы прибыли к нам. Спасибо вам огромное. Доброе утро! Спасибо вам, что пригласили. У меня такой вопрос. Вот мы с Андреем буквально до вашего прихода говорили о том, что хорошо или неудобно было бы иметь двойняшку. Вот с одной стороны классно, что вот вы такая пара, вы можете... Ну, сразу видно, что вы команда. То есть рядом с вами девушка, которая на вас похожа, она, во всяком случае, обладает как минимум похожими интересами, схожей внешностью. С другой стороны, никогда не казалось вам, что вы теряете свою индивидуальность? Не знаю. Это очень интересно. Не то, что интересно, а просто всегда есть друг, который не предаст, который знает все про тебя, буквально все. У нас вообще нет ни одного секрета друг от друга. Мы участвуем, хоть и учимся в разных университетах, мы знаем друг друга, друзей, у нас общие все друзья. Интересы тоже общие. Ну, не знаю, это круто, по-моему. Никаких минусов, абсолютно. Я никогда не замечала. У меня были друзья по школе, сейчас мы волей судеб общаемся меньше, тоже близнецы, и они друг на друга очень похожи, и всю жизнь, как это доводится парням, они дерутся. Вот всю жизнь, им уже по 25 лет, эти двое взрослых мужчин уже дома, дерутся по поводу того, кто из них будет мыть посуду сегодня. Скажите, вы часто конфликтуете друг с другом? Нет. По-моему, это проблема всегда между братьями, мне так кажется. Потому что девочки более так лояльны. Мужчины волевые. Да. Мы так быстренько договоримся, ты убираешь ее, я мой посадок. А вот переходя к вопросу внешности, никогда не было споров из-за того, что, допустим, в отношениях те же парни влюбился в одну, потом перебатул общаться с другой, и такая неразбериха. О, никогда не было. То есть, как показывают это голливудские фильмы, когда вроде бы встречаются с одной, а тот раз подменили и проверили. Мне кажется, они совершенно разные. Я считаю, что да. Вот я вижу, да. Просто у меня есть опыт общения с близнецами, прям вот, есть, как, там же есть какое-то различие, кто-то очень прям похож, а кто-то не очень похож. И вот я, слава богу, научился более-менее отличать. Я делаю для себя просто некоторые пометки. Родинки. Да, это очень помогает. Да, раз, ваши волки. Вот, ты меня, ты меня... Я тебя спалила. И давайте вернемся к вашей теме именно Твинсблок. Твинсблок, да. Твинсблок, да. Или мы рассказываем постфактум о каком-то событии интересном. То есть вот... О том, что были сегодня у нас в эфире, расскажете? Конечно. Постфактум. Вопрос такой. Вы говорите, вы рассказываете о интересах молодежи. Откуда это берется? Вы прям прозваниваете всех, спрашиваете, про чем сегодня рассказать? Или как это происходит? Где берете новости, о чем рассказываете? Очень... О чем вдохновляетесь? Социально активная жизнь. И получается очень много друзей, мы общительные, у нас с разных именно сфер, друзья, мы любим открывать для себя что-то новое. Есть депутаты, друзья? Депутаты нет. Но политика нас не интересует. Мне кажется, это не так. А самая активность, в чем она воспроявляется? Ну, просто в соцсетях у нас много фолловеров, друзей, не знаю. Да и вообще мы... У нас очень много увлечений. И в каждой сфере есть друзья. Вот.